нет когда у нас светлана присоединится сегодня познакомлюсь с очень интересным человеком я думаю вам понравится спасибо 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 и Напряжение с головы, голова, шея, все, что выше вот этого, все показано. Продолжение следует... 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 И так как у меня образование позволяет, я понимала, что таких танцев, чтобы танец с телом, их на тот момент не было. И да, я хотела сделать такую программу, свой метод, чтобы именно в танце сначала доставать всё, что накопилось в тебе, его сначала доставать, этот опыт, эти боли, наверное, а потом их трансформировать и перетанцовывать в то, что бы ты хотел, чтобы у тебя случилось. Вот это вот я хотела сделать, да, но я хотела, я даже в Гулькевичах зал снимала, но здесь не пошло. Я тогда не понимала, как это можно сделать по соцсетям. Мне казалось, что это нужно обязательно делать вживую. Ну, по соцсетям я уже вижу, что тоже можно это сделать. Поэтому я думаю, что Света как раз вот этим и займётся, и растанцует нас всех, вытащит из нас танцоров наших, вытащит из нас все вот эти вот зажимы. И когда мы протанцовываем свой день, пробовали когда-нибудь протанцевать свой день именно? Нет. Это как нейрографика, только через танец, да, да. Это как нейрографика, там мы… Ну, Кирик, класс, все тем тоже классно. Когда мы… Нейрографика – это мы рисуем телом все, что у нас вот эти вот зажимы, все вот эти вот неверешённые вопросы, мы выкладываем это на бумагу, а танец – это когда мы выдаём в танце телом, выдаём в музыку, мы выкладываем это на музыку. Это как раз и есть вот этот вот танец телом. Ну, мне кажется, что… Я практиковала, ну, с несколькими ребятами, ещё когда жила в Екатеринбурге, и у меня было несколько человек, и мы практиковали как раз, и была просто бешеная реакция, такой бешеный восторг. Но на тот момент так получилось, что я… У меня не было возможности этим заниматься дальше, потому что нужна была работа именно та, которая приносила деньги, а не удовольствие на тот момент. И поэтому вот как-то я это на задний план убрала. Ну, а так эта протанцовка очень классная, то есть сначала ты подбираешь музыку, но это обязательно, там как-бы очень много работы, всё равно нужно… Это не так просто, что ты встал, протанцевал, тебе там что-то сказали, и всё. Сначала ты подбираешь музыку. Алло. Да. А ты к школе автономии подписана вообще? – Нет, это не закрытый клуб, не Лаврум, а открытая страница школы автономии. Я тебе сейчас в инстаграме прям скину, куда тебе зайти, на какую страницу… О, нет, подожди, подписаться, если ты не подписана, то тебе нужно подписаться, чтобы увидеть. И тогда ты в кругляшках увидишь… Сейчас я тебе вспомнил, в точное число справей. Главное, я буду работать с собой. Если вы не знали, если что-то не creativity, если У меня достаточно, я пос dag. Здесь ж Ziad, не надо жарить автоматикой рас 친구들, не надо… Вы, зороортters, extreme correspondent routine, Продолжение следует... В юности любила танцевать просто дома, куда тело поведёт, но меня музыка заводила, а сейчас нет такой музыки, чтобы тело само в танец пришло. Ничего не вдохновляет почему-то. Так, Светуль, всё, я тебя вижу, что ты подписалась, теперь тебе нужно отправить запрос на принятие, на участие, потому что я тебя без запроса подсоединить не могу. Боже, сейчас тело проснётся. Тут ещё, ребят, смотрите, я подбирала музыку, я делала микс из разных композиций. И то есть я понимала, что чтобы человека вывести, например, на какой-то... Вот его сначала же нужно... Это как реанимация. Его сначала нужно вот туда, прям этой музыкой, музыкой, словами. То есть ты свои слова накладываешь на эту музыку. И его сначала погружаешь в его вот эти вот состояния, которые для него некомфортные. Вот. А после этого, как ты вот в эти состояния пройдёшь, вот когда он проходит в эти состояния, когда ты видишь, что его уже начинает вот прям колбасить, вот после этого ты уже включаешь иную музыку, то есть она у тебя уже вся подготовленная. Может быть, миксы, может быть, это песни, может быть, это просто музыка. Ты их компонуешь, потом ты ставишь эту, и на фоне твоих слов эта музыка играет, и ты как будто бы оттуда, как зашкварник вытаскиваешь человека. И всё, и он начинает это протанцовывать. Всё, вот свою волю, он как бы вытанцовывает её. И это иное состояние, это вообще клёво, это классно, это... Ну, вот такое вот. Я не видела, что были такие практики, честно. Вот. Поэтому я надеюсь, что Света как раз нам вот эту вот практику и откроет, сделает. Светуль, ну что, не получается? Сейчас я... Вот там, как ты только зашла, там есть такое, что отправьте запрос на участие в прямом эфире. Вот тебе нужно отправить запрос. Либо нажать... Либо нажать... Вот видишь, у тебя внизу в самом есть такая камера с крестиком. Вот на эту камеру с крестиком нажимай, и у тебя будет... Нескончаемые чудеса. У тебя будут нескончаемые чудеса. И у тебя будет как раз ещё раз... На что ты можешь подать запрос на участие в эфире. Камеру с крестиком, Светуль. Не могу найти... Так. Сейчас я тебе в Телеграме скину, где она находится. Так, смотри, я тебе в Телеграме отправила. Камер с крестиком. Да. Камер с крестиком, да. Ну что? Получается у нас? В следующий раз, чтобы не отнимать ваше время, попробуем сделать так, как раз, чтобы проработать эти моменты. Ну что у нас там, Светуль? Добавляйся! Мы тебя ждём! Хотим тебя увидеть! Что там уронил? Светуль, ну что, не получается? Камера с плюсиком, ты её видишь? Я тебе в Телеграме сейчас отправила. Ты отправляешь мне не то. Ты отправляешь мне, посмотрите, прямой эфир, пока он не закончился. А камеру с плюсиком ты видишь? Нет. Я тебя просто самостоятельно не могу... Так, отправьте приглашение. Сейчас подожди, я попробую отправить тебе приглашение. Пригласить. Так, Светуль, я тебе отправила теперь приглашение. Подтверждай его. Ярик, что у тебя там? Отлично. Отлично. Нормально. Что-то как-то у нас не вяжется. Так, Свет, второй раз отправляю тебе приглашение. Ты, пожалуйста, напиши, что у тебя не получается, потому что мы тут вообще в неведении. Ты не видишь камеру с плюсиком, либо ты не видишь приглашение, либо как-то ещё. Может быть, у тебя в твоей стране как-то по-другому работает Инстаграм. Нам хотя бы знать, как там всё устроено. Всё, быстро ты. Чего? Быстро ты. Да, я один тайм. Хорошо. Светуля. Просто на этой неделе у нас, скорее всего, уже не получится, наверное, чтобы Свету пригласить ещё раз. У нас, получается, завтра весь день забит. У нас завтра в зуме как раз идёт встреча. В пятницу у нас с Ларисой за встреча уже наметилась. Лариса как раз это, ребят, это очень важно. Лариса это тот человек, который вы... Когда мне говорят, что, ой, я не знаю, можно ли мне или нет, потому что вот я такая возрастная девочка. Лариса у нас с 50-го года рождения. И с 2005-го года у неё нет желчного пузыря. И она у нас выходит запрос на участие, как табличка и как камера с плюсиками висят на экране. Да. Вот. Но я уже ничего сделать не могу, как бы, я... Вот. И она без желчного пузыря спокойно заходит на 9 суток. Причём она заходит с депривацией. На сколько-нибудь, какое-то количество времени. И она как раз поделится своим опытом, когда вы говорите, что там возрастные люди, могут ли возрастные люди заходить на сухие дни. И очень многие мне тоже писали, ну, не очень многие уж, так скажем, прям очень многие, но несколько человек, мне, наверное, уже человек 7 написали, что, говорит, я бы с удовольствием, но вот у меня вот такой недуг, у меня нет желчного пузыря. Вот. И вам, пожалуйста, живой пример будет в пятницу, что вы посмотрите, что и без желчного пузыря тоже можно спокойно выходить на сухие дни. Самое главное это делать очень тактично, прислушиваться к своему телу, это обязательно. И, конечно же, правильно заходить. И самое главное, правильно выходить. Потому что выход, он, наверное, это 70% успеха, что в следующий раз мы зайдём более экологично, и что наше тело, оно даст нам именно те результаты, которые бы мы хотели получить. Какие-нибудь, ты у меня такие вещи спрашиваешь, что я тебе скажу? Оранжевый один. А у меня вот два цвета, и вообще все это все. Яс, это уже... Яс, это уже... Яс, это уже не приду, потому что яс, как она, дай, 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 дай. В смысле? Ярик, ну, без раи. Светлана, нужно потянуть комментарии вниз по экрану, чтобы увидеть запрос на участие. Нет, ребята, у меня... У меня все... Вот последняя... Какая разница между автономией и голоданием? Последний комментарий. Разница между автономией и голоданием, потому что голодание, вы чётко понимаете. Какие у вас идут сроки, у вас идёт тот процесс, который идёт на очищение тела, на освобождение от какой-то болезни. И вы тогда понимаете, что именно голодание, это есть тот процесс, который находится с рамками, с границами, с чёткой временной границей. Когда зашли, когда вышли. Что касается автономии, автономия это состояние, это не сроки. Это именно состояние, в которое вы входите. И там нет сроков. То есть автономию можно поймать и на первый день, уже сухих дней. И там вы себе не ставите те как раз рамки, те границы, что когда вы выйдете, вы уже начинаете чувствовать по-иному своё тело. У вас идёт не процесс голода, у вас идёт процесс познания своего тела. Это по ощущениям, вы поймёте, это абсолютно разные ощущения. Потому что в голоде у нас идёт, пока не переключится у нас голова как раз на автономию, то мы будем думать о еде, о меню, о всех вот этих вот процессах нескончаемых. Когда мы входим в процесс автономии, ну конечно, на первых днях мы тоже будем думать о еде, но это будет как бы вот мимолётно. Всё остальное мы будем познавать в своё тело. Оно нас как бы будет поглощать. И вы будете понимать, какие там процессы идут. И для вас это будет новое. Это именно вот состояние. Могут ли возрастные люди заходить на чистые дни? Да, могут возрастные люди заходить на чистые дни. Это я как раз только что сказала. И в марафонах у нас самая старшая девочка, которая была у меня в марафоне, ей было 86 лет. Она заходила на 5 дней сухих, замечательно себя чувствовала. И она просто заходила, потому что, она говорит, я уже не вижу удовольствия в еде. Я уже не в том возрасте, чтобы получать удовольствие от еды. Поэтому, если я не вижу удовольствия от этого, я хочу научиться ловить удовольствие от чего-нибудь иного. От чего-нибудь иного. Очень интересный человек. Она прям такая вот, она прям девочка-девочка. Ее возраст вообще, когда она сказала про возраст, мы, конечно, всей группой так немножечко даже так обалдели. Потому что замечательно ухоженная женщина. Очень интересная. Свет, привет. Ты видишь с нами? Я вижу, но ты же в Телеграме. Я в Телеграме? Да. Боже, да что такое? Представляешь, у меня нет этого значка, который ты мне послала. Камеру вот. Ой. Ой-ой-ой. Ну, фудзал. Алло, Свет, слышишь? Не могу камеру включить. А вот. Так. Смотри. Вот видишь вот этот вот значок? Тебе видно? А? Не видно то, что я показываю? А? А мне показывают, что я включила. А сейчас? Ах. Ну, блин, тогда, видимо, как-то, может быть, в следующий раз. Потому что я даже не знаю, как уже подключить. А ты в Телеграме-то вообще заходишь? Ты покажи мне, сфотографируй, перешли сюда. Свет, ты сфотографируй, перешли сюда мне. Как у тебя вообще выглядит Телеграме, я тебе подскажу. Пока мы тут болтаем. Давай. Светлана Свет. Так. Светлана, вы рекомендуете выходить на полыни, ее пить в течение дня и в каком количестве? Да, я рекомендую выходить на полыни. Ее нужно заваривать пол чайной ложечки, буквально без горки, на пол-литра горячей воды. И пить ее как хотите. Но залпом после чистых дней будет тяжело выпить, потому что как бы желудок все равно он суженный. Но в течение часа, в течение двух, как вам угодно будет. Выпивайте, через полчаса уже можете кушать. Пусть обновит Телеграм. Да, надо будет потом, видимо, ей сказать, если сейчас не получится у нее уже зайти. Ясь, что там, да? Мне вообще не до этого сейчас. Иди разговаривай. О, у нее нет этого значка. У нее есть только два вопросика. Все ясно. Вообще у нее другой Инстаграм. Может, Светлана не подписалась? Нет, она подписалась на страничку, а сразу вышла в эфир. Может, может... Алло, да, Свет, я вижу, что у тебя... Слушай, тебе нужно будет обновить Инстаграм. М-м-м, поняла. Ага. Поняла, сейчас обновлю. Давай, может быть, успешно, что уже 33 минуты, скоро уже будет, надо будет эфир заканчивать. Если успеешь, будет здорово. Хорошо. Если не успеешь, на другой день перенесем. Да. Давай. Извини. Так, сейчас попробую отобновить, может, успеет зайти. Ну, не успеет, иначе на другой день перенесем, ничего страшного. Зато с вами поболтала. Вот. А мы с вами о чем говорили? Может, поэтому мне в кнопку добавится. Так, вот. Про полынь ответила. Ларис, привет. Ларис с Ларисой мы как раз будем в пятницу вести эфир. Как раз она расскажет о своем опыте. Как у нас такие красивые девочки. Да, Настюш, я сказала ей, что обновить нужно Телеграм. Ой, Телеграм, Инстаграм. Про женщину в возрасте. Вот она у нас 86 лет. Она у нас заходила на 5 сухих, но у нее они уже такие... Она полгода начала практиковать. И дошла до 9 дней. И потом она не могла зайти, что слабость у нее была. Вот. А потом она, говорит, что-то так поняла. Да, Светочка, а завтра марафон начинается. Сегодня начался марафон возможности меня. Закрытые. Если в клубе, то он уже идет. И ты по какому марафону? По желаниям, наверное, да? Ты мне напиши. И мы с тобой договоримся по марафону, хорошо? Вот. Когда и что тебе лучше будет зайти. Можешь в Телеграме написать, как тебе удобно. Хорошо, Лариса? Буду ждать тогда. О! Все, у нас Света подключается. Вот, поэтому, девочки, возраст не помеха с ухим дням. Все у нас в голове. Насколько вы себе разрешаете это сделать. Биби! Ужас! Наконец-то. Ты у нас такой долгожданный пряник. Оказывается, у меня старый Инстаграм был. А я вообще сижу там, смотрю. Думаю, где эта камера? Светуль, расскажи, пожалуйста, о себе. Кто ты, чем ты занимаешься? И потом я тебе следующий вопрос задам. Хорошо. Ну, занимаюсь давно именно энергетическими практиками. Работаю с клиентами именно с помощью своей энергии. Да, можно сказать. Ну, я психолог. И у меня направление... Звук пропадает. Научились делать. Светуль, звук пропадает. Да? Что? Так слышно? Ох, это мне только одно слышно плохо, ребят. Звук вообще пропадает. Видно, мне кто-то сейчас звонит. Тихо-тихо прям. А сейчас, может, восстановится, мне кто-то звонил. Что сейчас? Звонили мне, звонили. А, звонили? Может, из-за этого? Ну, сейчас, наверное, тогда восстановиться должен. Потому что очень-очень тихо слышно. Интересно, а вначале нормально было, да? А? Вначале нормально было? Вначале было хорошо слышно, а теперь практически не слышно ничего. Сегодня день. Давай так. Ты нажмёшь на крестик и ещё раз подключишься потом сразу. Давай. Сейчас ещё подождём. Сейчас. 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 Субтитры делал DimaTorzok Это сбил, видно, звонок Давай, ты остановилась, мы тебя слышали, что ты энергопрактиками занимаешься, я сказала И ещё я психолог, и больше там у нас не слышно уже было Ну, телесно-ориентированный психотерапевт, и за годы практики, оно само как-то пришло, что я начала работать ещё с энергиями клиентов То есть я их начала чувствовать, это именно руками То есть именно потому что всё время клиентов трогала, ну как работала именно, называется техника тонатотерапия Вот И поэтому оно пришло само И постепенно клиенты стали давать обратную связь, что вот они чувствовали, как там энергетически я что-то вытягиваю, там вот такое вот Я сначала, ну я такой, в общем-то, рационал Для меня было сначала сложно это принять, что это возможно вот так вот взять эту энергию и вытянуть из клиента Но реальность такова, что ответная реакция клиентов, я чуть-чуть забываю Иногда чешская что-то всплывёт в голове И получается, что начала чувствовать очень вот именно момент работы с клиентами вот эту энергетику Где она, ну как бы, где есть напряжение в этом теле, да То там обычно какой-то сгусток Вот И этот сгусток я просто беру и убираю, отправляю на реинкарнацию Сама придумала Ну клёво А ты же ещё сейчас занялась танцами через тело, да? Но это благодаря тебе, потому что ты это увидела во мне Но это, скорее всего, связано с тем, что энергетику вот как-то я прокачала Я не знаю, как это получилось Вот А ты нам в клубе в закрытом дашь потанцуешь с нами Например, послезавтра Да Да А утром ты сможешь Ну, в принципе, даже не важно, утром или нет Можно кто-то в записи Мы с тобой скорректируем время И тогда уже ты вот дашь такой урок, чтобы мы потанцевали Женская харизма победила Железный Инстаграм, точно И мы с тобой тогда Вернее, ты покажешь, как это всё делать Мы потанцуем вместе с тобой под твоим чутким руководством И это останется в записи И кто не смог присоединиться вживую Те с удовольствием протанцуют и расслабят себя Потому что у нас сейчас как раз марафон идёт Я с удовольствием Утром лучше Что? Утром лучше, если будет Да Мы как раз натанцуем себе тот день, который бы нам захотелось Да-да Я вот благодаря твоей нейрографике Я поняла, что сначала можно нарисовать этот день Или то, что ты хочешь протанцевать А потом уже это протанцевать И закрепить ещё другим танцем Да? То есть протанцовать Потом ещё продолжить другим именно Ну как бы две части сделать Вот как ты и говорила Что сначала это вытащить А потом это протанцевать Ну клёво-клёво Потому что мне до сих пор пишут Как с нами Настя позанималась Вот столько всяких плюшек получаю Я не знаю, Насте пишут или нет Но я за счёт неё столько плюшек получила Вот, сейчас воспользуюсь тобой Пользуюсь Чтобы ты нас растанцевала Да, я с удовольствием А сегодня ещё в 6 утра нам Римочка даст эфир там И будет вообще О, Римочка будет, да? Я выйду Да Я теперь уже пошла 6 утра по Москве А? Уже теперь поняла, как это всё делать Потому что я в Инстаграм мало была раньше Угу Цент посвоя Всё клёво, вообще Вообще классно Вот, а расскажи что-нибудь из своего опыта У нас ещё есть где-то минут 10 И вот было бы здорово, если бы ты что-нибудь рассказала Светлана Свет пишет Спасибо, спасибо И ещё быстренько отвечу Цикламен меня спрашивали Как я разбавляла, какой водой Ребят, просто разбавляла водой из-под крана 25 капель на одну каплю цикламена Я собираюсь тоже Да, я уже Риме отправила тоже Она тоже сейчас будет свой опыт рассказывать Цикламеновский Всё, слушаем тебя Ну, в автономии мы с тобой вместе Только ты у нас прошла туда Я ещё за тобой Вот И Есть Такие Ну, как бы Куски Когда я Иду быстрее Есть Откаты Как у всех, наверное Вот Конечно Цель Есть И Не сверну Вот Очень понравились Когда я была Последний раз На твоих Марафонах И Там Именно Проработка Именно сознания Которое Я раньше Всё У нас Светочку Выбросила Но мы Её обязательно Ещё раз Пригласим Прямо Обязательно Обязательно А В том Закрытом Клубе Так Вот Она Ещё раз Попробует Присоединиться Присоединиться Не получается Не получается Не получается Выстёгивать Я Святой Не получается Мне Подсоединить Тебя Никак Выстёгивать Но Мы Обязательно С тобой Сделаем Эфир Ещё Мы С тобой Договоримся В пятницу Ждём Тебя В клубе Очень Очень И Эфир Конечно С тобой Сохраним Уже Знаем Как Подключаться Вот А вы Ребятки Эфир Я тоже Сохраню Напишу Свете На Инстаграм Если Какие-то Вопросы Будут То Обязательно Тогда Задавайте Вот А я Уже Давайте Ещё раз Попробую Может Получится Не получается Всё Тогда Ждём Следующего Эфира Со Светой Вы Многие Знаете Это Просто Великолепный Человек Такой Свет Чисто Поняли Всё Поэнергетикам Ой Ну У нас Уже Наверное Нет Времени Да Ну У нас Ещё Давай Минуточек Пять Если Что-то Хочешь Сказать Давай Ещё Минуточек Пять Чтоб Я успела Всё-таки Сохранить Эфир Да Дала Ссылочку На твою Страницу Благодаря Твоей Нейрографике Я постоянно Всё прорисовываю Постоянно Работаю Со своим Подсознанием И Ну Совершенно Всё по-другому Потому что Когда ты Просто Просто так Идёшь В зажор Или Ну Зажор Сейчас я уже На малоедении Так Это одно А когда ты Ещё Прорабатываешь Постоянно Это То Совершенно Другой Эффект То есть Как ты и говорила Что Каждый Откат Это Это новый Шаг Да Так и Есть Поэтому Мой Путь Сейчас Как бы Полностью Поменялся То есть Благодаря Вот Твоим Техникам И Новому Осознанию Всего Этого Потому что Я больше Конечно Шла на Боле Раньше Именно На Боле Там Потом Себе Как-то Ну Иногда Я ругала Себя Естественно Не то Чтоб Хвалить А Ну Путь Такой Война Сначала Был Потому что Я В шаманских Практиках Больше Была И Там Шаманы Твёрдые Такие К себе В основном Да Вот И Так же Воспринимала Автономию Что нужно Идти На воле И так Далее Справиться С самой С собой Да Закрутить Винты Дайки Вот Как-то Так Ага Обе Светы Я рада Вас Видеть И Слышать Здорово Спасибо Зажор Это не умение Принимать Решение Нет Ребят Это не Про решение Вообще Это То Что Нас Держат Наши Наши Страхи Наши Установки Это Вообще Не Про это Это То Что Мы Не умеем Себя Охвалить Поэтому У нас Зажорит Спасибо Тебе Светочка Сохранять Буду Эфир Чтоб Он У нас Не Слетел Напишу Твой Инстаграм Теперь Ты Просто Обязана Быть В Инстаграме Чаще Потому Что Если Что Тебе Тоже Там Будут Писать Вопросики Я Там Вот На пятницу Рассчитываем На Эфир На Утро Спасибо Да Да Там Уже С тобой Мы Спишемся Как Удобнее Будет И на утро Сделаем Хорошо Все Ребяточки Спасибо большое Что были с нами Очень приятно Что задаете вопросы И Всех Ждем До свидания